Приветствую вас. София задаёт вопрос касающийся того, что ей выбрать, деньги или любовь. У неё есть молодой человек, который даёт ей идеальные отношения, но который, собственно говоря, мало зарабатывает. София хочет, чтобы он, молодой человек в смысле, её обеспечивал, а он её, соответственно, не обеспечивает. И вот София несколько мучается из-за того, что он может выбрать. Я думаю, что вам в первую очередь здесь необходимо определиться со своими интересами. Со своими приоритетами, так сказать, для вас всё-таки важнее – любовь или деньги. А может быть, как сказал мой коллега, это и другое. Но, на мой взгляд, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, проблемы заключаются в том, что вы хотите, чтобы молодой человек вас обеспечивал. Предполагаешь, что, наверное, что самостоятельно вы себя обеспечить не сможете. И вот это выдаёт в вас некую такую зависимую, как бы, позицию. Это выдаёт в вас некую такую нуждающуюся, что ли, позицию, когда вы почему-то очень нуждаетесь в человеке. Когда вы почему-то очень нуждаетесь в том, чтобы вас обеспечивали. Наверное, предполагая, что иначе вы не справитесь. И, наверное, таким образом, пытаясь бороться с некой своей, может быть, тревожностью. С неким своим, может быть, страхом, что ли. Вот. На этом я бы сделал акцент. На этом я бы заострил. Ваше внимание. Такое ощущение, что вы не чувствуете себя в безопасности, испытываете в некотором роде постоянную тревогу. И с этим, в принципе, более чем можно поработать. Если, конечно, вы сами этого хотите. Вот. Вот, как-то так. Здесь, на мой взгляд, существует, конечно, и проблема ценностей. Дело в том, что в зависимости от своих ценностей человек выстраивает поведение. Мне кажется, что вы довольно сильно озабочены тем, что незащищены. И, как следствие, вряд ли способны любить. Просекать, я думаю, это из-за того, что вы находитесь в неком дефиците. В неком постоянном дефиците. Который вас истощает. И, например, на молодого человека. Например, как на источник дохода своего. На мой взгляд, вы обесцениваете в том числе и сами себя. То есть, то, как вы относитесь к молодому человеку, своему, является проекцией, можно сказать, переносом вашего собственного отношения к себе. И, как следствие, как результат, работать, мне кажется, нужно именно с этим. С тем, чтобы вы, в какой-то степени, перестали обесценивать сами себя. Чтобы научились относиться к себе более, более ценностям. А значит, и к нему тоже. Пока вы не будете относиться ценностям к себе, вы не сможете ценностям же относиться и к нему самому. Вот. И не то, чтобы это значило, что вы должны отказаться от денег. Нет. Просто-просто деньги не заменят вам вашей собственной ценой. Потому что деньги не дадут вам подчислить себя в цену. И, как ни странно, полную цену. Деньги нужны для комфорта. Деньги нужны для того, чтобы хорошо жить у меня в всяком смысле. Но, вместе с тем, вместе с тем, деньги, на мой взгляд, не дают человеку ощущения, как-то вот, ну, чувства полноценности. И по этой причине мне кажется, что обращать вам свое внимание нужно на вот эти важные вещи. на которые я сейчас пытаюсь сделать акцент. Я вам не навязываю ничего. По крайней мере, я надеюсь, что вы это чувствуете. Я не хочу, чтобы вы думали. Я пытаюсь вас переделать. Но я говорю об определенном личностном росте. Я говорю об определенном восприятии себя более целостном, чем сейчас. Это делаете. К сожалению, вы. Другой вопрос. Другой вопрос. Захотите ли вы двигаться в этом направлении? Или нет? Но это уже, на мой взгляд, зависит целиком полностью от вас. Вот примерно такой ответ я хотел бы вам сейчас предложить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моих собственных ценностей. и с точки зрения своей практики, которые у меня имеются. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я повторюсь, что думаю, что вам имеет смысл поработать. с вашей приводностью, которая у вас присутствует. Скорее всего, присутствует в достаточно большом количестве. Возможно, присутствует в сухой жизни. Я бы также предложил поработать с вашей уверенностью в себе. С вашим полным, как, по крайней мере, я надеюсь, принятием в себя. Если таковое имеет место быть. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать психотерапию. Начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Обращайтесь за помощью. Обращайтесь за помощью. Обращайтесь за помощью.